что друзья день добрый у нас есть интересная тема для разговора это новость которая повергла наверняка нас в шок и вас скорее всего повергнет тоже и перешла на истана организации ликвид это то что игроки дота ростера больше не являются таковыми и пути организации и игроков расходятся кликбайтные новости что там ликвид состав распустили да ладно как так может быть там два команда инта состав распускает а потом оказалось что все таки дела немного иначе обстояли и вот в сообщении вот seo компания говорит о том что там уроки уже давненько думал о том чтобы сделать свою организацию чтобы самим вот быть во главе и что он как бы одобряет там поощряет стремление к тому чтобы сделать вот свою организацию и что игроки достойные как бы в правил владеть как бы сами своей организации что ли да действительно куроки ввел у нас в курс дела объяснил своем ролике о том что план этот затевался давно что в целом он успел уведомить организацию я думаю что конфликтов между организацией игроками особых возникнуть не должно также сам директор естественное лицео как вы лучше называть владелец организации также выразил свою точку зрения поблагодарил ребят за время которое они провели вместе и сотрудничали на протяжении этого времени причем это очень плодотворно я считаю сотрудничество ребята выиграли аегис причем как раз в речи к уроке была такая вот наверное картина или фрагмент о том что хотел к уроке 2 аегиса интернешнл но к сожалению не получилось и огромная благодарность исходит от него наверняка и от всех игроков роста за то что все мы смотрели болели и следили за судьбой команды причем ну на самом деле ничего плохого не случилось команда по-прежнему существует просто она будет вероятно выступать по другим тегом каким именно мы узнаем наверняка в ближайшее время и это интригует то есть заинтриговали вот именно в плане как бы анонс это будет уже скоро то есть у нас либо они на квалах это скажут либо может быть они как бы захотят вот именно такой знаешь первый тестовый турнир провести в рамках турнира такого рофельного который будет вот медосмод в принципе как можно на таком вот немного знаешь как бы и потренироваться и заодно ничего не спалить вот к предстоящим квалификациям на мажор уже в целом да можно попробовать вот на этом событии при как-то преподнести свою идею свой тег знакомить своих бывших болельщиков или там текущих болельщиков с новой организации можно попробовать зайти с такой стороны но вот честно я не замечал особо таких вариантов что команда как-то пытается себя позиционировать несерьезные точки зрения да вот эти вот как раз же опять были фразы про то что команда хочет показывать наивысший класс хочет доказать всем что она является ну наверное одной из лучших если не лучшей командой и поэтому ну я бы например хотел лица зреть их участие уже на каком-нибудь серьезном турнире причем наверняка уже тогда стоит ждать второго мажора потому что сейчас вокруг первого ходит постоянно от этого куча сухо о том что там несколько команд пропустить его хотят и причин на самом деле может быть много опять же кто-то не финализировал не успел финализировать ростер кто-то просто не хочет играть кого-то отдых кто-то например зовут а он неплохо по своим меркам денег на интернешнале поэтому хочет отдохнуть просто напросто хотя для некоторых наверно хватает просто недели где-нибудь за границей и уже там у каждого разные периоды отдыха то есть тот же она отдыхал там сколько по итогу он то есть ушел из команды потом его взяли он взял in потом опять ушел с команды и там суммарно за два года игры отдыхал год плюс-минус да при этом вот еще есть нюансы с тем что но возможно там участие команды ликвид обновленный и ликвид старый под новым тегом там допустим на турнирах ESL или тот же PGL если не ошибаюсь будет до нового года турниру них где-то там в азии и вот как раз еще одна еще один момент вот в плане причины ухода из организации там всплывали как бы такие инсайдерские информации о том что якобы это из финансовой части что ликвид не могли уже тянуть команду по там оплате по каким-то условиям которые запрашивали собственно игроки команды ликвид и ну я вот видел краски как бы сообщение о том что писали что якобы с каждым сезоном вот всегда поднимал планку там запросов к уроке и видимо эта планка достигла вот вершины которую даже вот ликвид решили что как бы чересчур ну знаешь вот всплывали некоторые детали на тему там номера цифр которые могут уходить на содержание к примеру состава virtus pro все мы в курсе о том что ну вот до этого составит у спро был очень силе он и что там были именитые игроки довольные ребята показывали отличные результаты и вот ходила инфа что там ну опять же баснословные деньги тратились например на содержание команды в течение года и это причем снг команда опираясь на другие коллективы тут у меня возникает следующий год как бы не теория опять же вопрос догадка не знаю да ребята молодцы ребята в принципе успели заработать денег неплохо так речи интернешнале которые они выиграли речь на прошедшем интернешнале они заняли второе место и тоже неплохие суммы денег подняли я думаю что там ребята не растрачивают все свои заработанные деньги умеет их копить складывать и у них есть амбиции главное чтобы был какой-то четкий финансовый план которому можно было следовать люди которые были готовы это все поддержать идеи на финансово и воплотить эту идею в жизнь потому что как мне кажется организация это очень сложная вещь тебе нужно много людей много стаффа опять же людей которые будут ответственны за определенные аспекты в этой организации у вас должен быть какой-то рекрутинг работа с брендами какие-то финансовые риски все равно присутствуют опять же работа с рекламодателями обязанности которые нужно постоянно выполнять это огромное количество груза причем у liquid team liquid это все было построено я уверен то есть этот фундамент уже был запущен и он работал идеально а тут ребята с такими амбициями хотят создать свою организацию меня это правда поиск не удивляет но с другой стороны я этим восхищаюсь возможно это как-то момент воодушевление тем что сделал пупей то есть как только вот кроки и пупей ушли знали они были вот вместе в секрет и даже как бы у меня было предположение что они вдвоем решили создать вот как бы свою организацию но по итогу вышло так что все таки но секрет это орка пупея и не знаю может кроки там вдохновился тем что пупея уже производит свои как его марку пива можно тоже планирует что-то провести как бы производить что-то в дальнейшем под своим тегом я думаю что в плане региона то есть в любом случае не будет смены играют новые liquid ну вот новая команда куроки играет по-прежнему в европе и также вот я видел сообщение как бы в одном таком канале небезызвестном что liquid но будут подписывать новый себе состав то есть они не уходят из доты я сомневаюсь в том что они будут но менять регион а по сообщение который я читал в том самом твиттере точнее твиттере в телеграме была новость о том что ну точнее пост о том что уже идут переговоры с одним клубом который небезызвестный и в принципе не бедствует так что вот интересно с каким же клубом европейским могут общаться liquid по как бы подписанию переманивание игроков себе и вот не знаю у меня в мыслях только не пыль альянсы и но может быть хаосы у меня вот согласен у меня в голове только на самом деле не бы проскакивая активы это является командой на которую можно положиться который может создать команду с нуля найти игроков и в принципе попробовать что-то вот с этим сделать другие коллективы если честно мне не очень виднеются как варианты альянс там как мне кажется идеалисты они уже долго работают с одним из составов в него была вложена масса усилий веры там он тоже поспособствовал то есть сомнительно что их это может коснуться киосы ну я не считаю что там скажем так то количество материала из которого опять же можно что-то построить без каких-то оскорблений в коем случае никого не хочу задеть но я думаю что опять же у вас есть вариант там заиметь капитана и попытаться может быть с его слов выстроить команду при этом ну как бы я думаю всем понятно что в любом случае не будут ни пыль в том составе которым они были на не те все-таки был крайне плачевный исход и они все еще не оглашают каких-то итогов вот решаффлов своих и в принципе это как по мне весьма вероятно то есть я бы поставил что значит вот самый вероятный исход того что будет именно вот в плане ликвид в плане команды куроки тут сложно тут максимум ну можно там погадать какое будет название у коллектива и можно в принципе если что в комментарии писать как варианты какие могут в конце концов сейчас киберспорт много внимания в любом привлекает к себе и цифры которые он генерирует в плане просмотров и денежные несомненно я верю что может быть множество людей которых есть деньги которые просто ну хотят быть причастными к созданию чего-то подобного и которые могут так или иначе быть причастны к созданию этой самой команды с игроками бывшими ликвид и могут ее финансировать пример то есть все равно должна быть какая-то подопека для этого это как вариант и в этом я ничего плохого не вижу но возможно опять же с таким человеком сразу выстраивается договоренность о том что мы придумываем название мы являемся ключевыми фигурами и всегда идет какое-то вот тесное сотрудничество с нами несомненно вы являетесь каким-то деловым партнером который имеет там часть в нашей организации и он не влияет на саму работоспособность то есть очень часто бывают такие схемы в которых есть люди которые вкладывают деньги у них есть какой-то определенный пакет условных акций если мы уже будем заходить так глубоко потому что я например наверняка не знаю как у стороны клубы в доте если у них какое-то деление проценты пакеты там акционные я не знаю вот как это с огромными компаниями да вот устроена у которых есть на бирже выставлены акции так далее и тому подобное потому что дайте конечно пока такое не глобально реализовано если вообще реализовано но все может поменяться те же егэ то есть у них там я на подход такой уже да я слышал про разделение до сушил про разделение там касательно доли игроков и тому подобного и правда было бы любопытно узнать касательно и других составов организации потому что это здорово когда ты игрок ты вступаешь в организацию скажем так с ее основание и делаешь первые шаги вместе с ней хотя егэ еще до состава там условного сумы он тоже показывали результаты как ни крути но получить часть какую-то в этой организации это тоже здорово ты вместе с ней растет в тебя также появляются какие-то амбиции ты смотришь на это вдохновляешься этим и соответственно появляются вот эти вот самые амбиции которые хотят открыть свое собственное дело потому что у меня была такая идея что допустим liquid могут какое-то время играть выступать например какие-то из игроков просто не хотят играть больше и не происходит такого что не просто ищет себе замена допустим все они насладились этой доты по этапам до этим компетивом и уходят на покой дальше просто рулят своей организации ищут игроков на замену выступает в качестве тренеров неважно это может быть комплексная работа с новыми игроками и таким образом у нас появляется какая-то еще одна база тренировочная да вот потому что ну даже у тех же liquid изначально у них тоже есть какая-то тренировочная база у них есть там все для составов по кс и по доте и в целом честно да я вот правда удивлен тому что пути их разошлись потому что в дисциплинах такие серьезные позиции все же у liquid были до сих пор остаются как видишь ну был момент с тем даже в словах к уроке в этом видосе который выходило что все-таки он уже это не спонтанное решение то есть это то что заранее уже обсуждалось и в принципе и и сами игроки вместе с кроки были к этому готовы и сама организация тоже была к этому готова но опять же да вот в плане вот момента того что там у игроков там есть по часть как бы акции там команды и вот насколько я помню то есть вот вспоминать такие моменты то что ppd был seo в егэ что там какая-то часть доля организации было у универса в егэ что там у игроков итальянс тоже там есть какая-то часть в альянс именно как в плане владельцев акций и в принципе такая ситуация которая тоже влияет на видимо там решение к уроке что он решил как бы что может быть liquid не давали ему какую-то долю именно как совладельца тега и он решил что нужно свое там просто может быть действительно есть такая штука когда ты смотришь на это все принимаю что тебе нужно будущее да ты не хочешь просто иметь стабильный заработок потому что но однажды допустим ты будешь ну больше не востребован и например тренерство это не то чем ты хочешь заниматься или что-либо там касательно киберспорт не твое ты просто был игроком этого получила наибольшее количество удовольствия ты понимаешь что да тебе хочется либо свою долю какую-то в бизнесе который ты причастен и она приносит тебе стабильный доход ты знаешь что ты чем-то будешь заниматься либо ты хочешь выстроить свою империю это вот больше похоже на второй вариант ну то есть второй вариант вдохновленный первым вот у нас сейчас как бы такой вот уже момент в киберспорте что есть как бы игроки которые покидают киберспорт и вот допустим тот же уход зевса и как бы вот чем он будет заниматься то есть он говорит о том что не хочет заниматься тренерством он планирует дальше развивать киберспорт при этом у него там вышла книга и эту книгу все-таки знаешь он так вот потому интервью которое было в рамках вот эфиров на мажоре как бы знаешь выглядит как бизнес-коуч такой ну вот есть понятно есть понятное дело опасения вообще на тему этой задумки то есть она на самом деле и не выстрелить возможно игроки какое-то время проведут вместе столкнуться с трудностями попросту кто-то сдастся но опять же но тут речь опять же про то что вот прокуроки раз была так цел о том что это человек который готов преодолевать любые препятствия в данном случае он опять просто берет на себя такую вот задачу непростую и устраивает для себя сам челлендж своей жизни хочет быть причастен к чему-то вот великому что он сделает с нуля у нас будет момент с тем что ну плюс и плюс еще одна команда в рамках региона европы которая тоже вот будет сажаться за там поездки на турниры то есть у нас по факту европа была самая сильная самым сильным регионом в рамках вот 2019 2018 сезона потому что аж шесть команд было на нте и вот сейчас как бы вроде бы еще больше конкуренции должно быть да я согласен может быть кстати было бы забавно если были удались во все тяжкие ну в смысле организация ликвид воли китайских игрокам не свой сосуд который выиграли в европе и при этом однажды выиграли какой-нибудь турнир да и потом китайцы бы радовались за европейский состав потому что он вроде бы их национальные они что-то опять же выиграли это было бы на наш но говорить рано не ну это просто такая глупая теория понятное дело что она мало чего общего жизни имеет хотя на самом деле на китайской сцене много игроков у них там лиги есть постоянно проходите турниры даже сейчас там по утрам играются и там можно по крупицам что-то интересное собрать я думаю даже в азиатском регионе то же самое из какие-то турниры которые проходят и где-то какие-то игроки подают надежды все может быть то есть как бы это безумно не звучало ну в любом случае новость я имею ввиду такая баснословная я думаю что люди были ошарашены я сам если честно удивился такому именно исходу я не особо так следил именно чтобы за внутренней кухне организации то есть всегда были liquid liquid эта команда сильная liquid эта команда за игроками которые интересно наблюдать и понятное дело что каждый отдельно взятый игрок там по-своему хорош и множество фанатов across the world имеется у команды и тут внезапно вот такое событие поэтому она немножечко сверх на голову или на голову перевернет скажем так дота комьюнити на какое-то время но посмотрим я думаю что так лучше да в общем ждем информации новостей по поводу того какой же будет тег у кроки компании ждем либо организацию либо какой-то новый стак который будет подписан команда liquid и я надеюсь что скоро будет прям очень такая сочная дота с всеми этими обновлениями ну а на этом пожалуй все да спасибо ребята за внимание и всего наилучшего спасибо спасибо что уделили нам время